Пьетро Джибеллини, филолог, исследователь итальянской литературы, профессор Университета Кафоскари, Венеция, Италия. Сегодня я постараюсь объяснить в общих чертах о том, какую важность имела Библия для итальянских писателей. Я выбрал два текста. Один из них — похвала творению святого Франциска Осидского, это средневековый текст. Потом я буду говорить о рассказе Джованни Верга, это писатель XIX века, и его новелле «Сельская честь», написанной в 1880 году. Речь пойдет о двух эпохах, очень сильно отличающихся друг от друга, о двух писателях, сильно отличающихся друг от друга. Святой Франциск Осидский был основателем одного из важнейших для католиков монашеского ордена, в то время как Верга был неверующим, атеистом и при этом жил в XIX веке в эпоху позитивизма и преобладающего рационализма. Прежде чем перейти к непосредственному разбору этих произведений, я бы хотел описать важность Библии для итальянской литературы с средних веков до наших дней. Этот период можно разделить на две эпохи. Первая эпоха с конца средних веков до XVI века, так называемая эпоха контрреформации, когда религиозная культура доминировала. Соответственно, мы имеем множество литературных текстов, вдохновленных Новым и Ветхим Заветом. Начиная с XVIII века, века Просвещения и затем произошедшей Французской революцией, начинается эпоха секуляризации, преобладание светской культуры надрелигиозной. Это не значит, что в эту эпоху нет писателей, которые бы вдохновлялись Библией. Достаточно вспомнить Алессандро Манзони, автор величайшей для истории итальянской литературы книги «Обрученные». И Манзони был очень верующим католиком. Итак, истории итальянской литературы. В первые века существования итальянской литературы мы находим фундаментальные произведения, которые непосредственно основываются на библейских текстах. Я в первую очередь говорю о двух важнейших для итальянской литературы произведениях. Это «Божественная комедия Данте» и «Франческо Петрарко», его поэзия. «Божественная комедия Данте» и «Франческо Петрарко» Достаточно вспомнить, что души у Данте, а, как вы знаете, в «Божественной комедии» есть три части. «Ад, Чистилище, рай» и «Души в Чистилище, поднимающиеся по горам очищения наверх», читают как раз заповеди блаженств. Кроме того, текст, на котором основывается во многом Данте и который он цитирует в «Божественной комедии», это «Откровение Иоанна Богослова». Стихи Петрарки, которые мы называем сонетами, посвящены любви к Лауре и делятся на две части. Сонеты на жизнь Лауры и сонеты на смерти Лауры. Это разделение от того, что чума, охватившая Европу в 1348 году, унесла жизнь возлюбленной Петрарки. Но неправильно думать, что «Божественная комедия» Данте – это полностью библейское произведение, а сонеты Петрарки говорят только о любви. Потому что Петрарка, безусловно, тоже вдохновлялся богослужебными текстами. Достаточно вспомнить о том, что первый сонет посвящен тому, как он влюбился в Лауру. И это происходит в «Страстную пятницу». Заканчивается цикл стихов Петрарки сюжетом, посвященным Мадонне. Кроме того, в то время, как Данте был женатым мирянином, Петрарка был клириком, находился на низшей ступени клира. И у него была книга молитв, дошедшая до нас, где, в частности, есть покаянные псалмы, вдохновленные 50-м псалмом Давида. Но сейчас я остановлюсь в своем описании общего движения в итальянской литературе и перейду к обещанному рассмотрению похвалы творений Франциско Ассиского. Наверное, стоит сказать несколько слов о самом святом. Франциско Ассиский, сын богатых купцов, обращается в христианство и основывает монашеский орден францисканцев. Орден францисканцев проповедовал бедность. Они одевались в рубище и носили всегда сандалии на босу ногу. Вместе с доминиканцами они являют новый тип монашества. Францисканцы и доминиканцы – это плод общества, создающегося вокруг растущих городов. Если раньше население жило вокруг монастыря или замка, то теперь монастырь переносится в город, и новые возникающие ордена начинают участвовать в жизни города. Живут больше не по отдельности, а все вместе, и участвуют в построении этого нового общества. Францисканцы и доминиканцы становятся преподавателями в университетах, которые постепенно возникают по всей Европе. Франциск Асиски является первым поэтом, пишущим на новом итальянском языке. До этого и одновременно с ним существуют поэты, но они пишут на латыни. Он же пишет эту поэзию для своих братьев, которые не умели читать на латыни. И он хочет, чтобы эти стихи были не только стихами, но и молитвой. И также, чтобы они пелись во время утренней молитвы вместе с другими псалмами. Мы предлагаем вам сейчас послушать оригинальное звучание одного стихотворения. Отлично. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта поэзия, это стихотворение пелось во время утренней молитвы, поскольку рукопись, собственно, этого стихотворения имеет нотные станы. Соответственно, предполагалось, что это пелось. Вы можете заметить, что первое слово этого произведения — Всевышний. Франциск обращается к Богу, в то время как последнее слово этого стихотворения — Смирение. И здесь Франциск обращается уже к людям. Франциск пишет на устном языке, на итальянском языке, именно исходя из этого смирения, из желания приблизиться к людям. Франциск, в то время как он отлично знал латынь, и до нас дошли произведения, написанные им на латыни. Следует обязательно отметить, что святой Франциск хочет вдохновляться не покаянными молитвами, а оптимистическими. Основой для этого стиха является радостный 148-й псалом. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в Вышних, хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его» и так далее. Я предлагаю вам сейчас услышать это на итальянском. И потом мы сравним этот псалом с текстом Франциска Осисского. «Хвалите Господа!» «Хвалите Господа!» ПОСТО У НА ЛЕГЬЕ ЧЕ НОН ПАСА «ЛОДАТЕ И СИНОРЕ ДАЛЛА ТЕРРА, МОСТРИ МАРИНИ, ВОИ ТУТИ АБИССИ, ПОКО И ГРАНДИНЕ, НЕВЕ И НЕББЯ, ВЕНТО ДИ БУФЕРА ЧИ ОББЕДИСЬ АЛЛА СУА ПАРОЛА, МОНТИ, И ВОИ ТУТТЕ, КОЛЛИНО, АЛБЕРИ ДА ФРУТТО, И ТУТТИ ВОИ, ЦЕДРИ, ВОИ, ФИРЕ, и все дети, ретли и уцели. И ряда на земле и все, и главные и герои, и молодые и жители, и молодые и jeunes, и детей, и детей, и они жили, и детей, и родились, и дети поделают на Номене Симе. Потому что только Суя Номен является Субтитры. Суя Глова просплевает на земле и на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, можно увидеть много сходств между текстом Псалма и текстом Франциска Ассистского. В Псалме, как вы видите, хвала начинается с небес, потом сходит в морские бездны, и потом переходит к рассмотрению горизонта, холмов и тем самым ко всем людям, к видению всех людей. Таким образом, мы можем назвать текст Святого Франциска вульгарным, переложением Псалма. Вульгарным, то есть народным, доступным. Но мы сейчас увидим, что между двумя этими текстами есть и огромные отличия. Вы можете увидеть, что по сравнению с текстом Давида, в тексте Святого Франциска есть гораздо больший средневековый порядок, средневековая систематизация устройства мира. Например, текст Давида говорит о воде, которая находится над небом, в отличие от той воды, которая находится под небом. В то время как Святой Франциск говорит об облаках, и над ними, звездах в небе и под облаками, соответственно, находится вода, как часть земли. Нет никакой воды под небом. Есть также духовные и моральные отличия этих двух текстов. Святой Франциск обращается непосредственно к Богу, хотя и считает, что никто не достоин называть его по имени, но тем не менее к нему обращается. Этого нет в Псалме. И еще Франциск вводит два элемента, два понятия, которые отсутствуют в Псалме. А именно смерть и прощение. Прощение в тексте Святого Франциска выносится на первый план. В то время как в Псалме в первую очередь важна сила Бога, власть Бога. И все, даже властные цари земные и все народы, преклоняются перед Богом. Но у Франциска важнее именно прощение, доброта Бога, который всех прощает. И помимо прощения вводится в тексте Франциска также смерть, которая считалась современниками почти неправильной нотой, каким-то лишним элементом. Смерть здесь звучит очень странно. Она здесь грустная деталь, не соответствующая оптимизму остального текста. Но это не совсем верно так говорить, что смерть в этом тексте — это грустный элемент. Потому что элемент смерти немедленно оттеняется стихами «но блажен, кто умрет в исполнении святой твоей воли, ибо вторая смерть не прикоснется к нему». Таким образом утверждается, что верующий человек не умрет духовно. И вы понимаете, что такого поворота не могло быть в ветхозаветном тексте Давида. А сейчас мы очень кратко поговорим о новелле Джованни Верга. Джованни Верга принадлежит к такому направлению, к веризму, которое вдохновлялось французским натурализмом, которому, в свою очередь, принадлежат Золя и Мопассан. «Верга» Верга события своих рассказов помещает на Сицилию, остров, который к тому времени только недавно был присоединен к Италии. Как вы знаете, Италия приобрела свое политическое единство очень поздно, в 1861 году. Сицилия — это остров, на котором была очень древняя крестьянская традиция, и там сохранилось очень много фольклорных обрядов. Это также был остров сильных страстей и страшного нищенства. Веристам очень потому нравилась Сицилия, и Верга сделала Сицилию известной своими рассказами, и в частности той новеллой, которую мы сейчас рассмотрим. Эта новелла была всего из нескольких страниц опубликована в 1880 году и стала известна, в частности, благодаря опере «Петро Маскани», в основе которой лежит как раз рассказ «Верга». Я осмелюсь утверждать, что без знания Библии многие детали этой новеллы теряются. Внешне это история о любовном треугольнике. Туриду любит Лолу, но вынуждена ехать в армию. Когда он возвращается, Лола оказывается замужем за Альфио. Туриду находит утешение в любви к другой. Видя это, Лола из ревности снова идет к Туриду, пока ее муж Альфио в отъезде. Когда он возвращается, оскорбленная подруга Туриду сообщает Альфио о том, что его жена изменяет ему. Альфио находит Туриду, вызывает его на дуэль и убивает. Эта новелла всегда была интерпретирована как типичное взаимоотношение Эроса и Таноса, в любви и смерти. Но если мы будем внимательно читать и обращать внимание на детали, мы заметим, что это почти богохульственная переделка Пасхи. Я, к сожалению, сейчас не могу вам много примеров привести, потому что необходимо было бы иметь текст перед глазами. Но приведу несколько очевидных вполне примеров, которые ушли от внимания критиков. Все персонажи новеллы упоминаются с отчеством, как в русском языке фактически. Лола — дочь такого-то, Санта — дочь такого-то. Единственный персонаж, который упоминают не по отчеству, а по имени матери, — это Туриду. Туриду — сын сеньоры Нунциа. Про отца ничего не говорится. Имя Нунция — это сокращение имени Анунциата, та, которая получила благовестие, то есть прилагательное, которое мы обычно приписываем Мадонне. Туриду — это сицилийский диминутив, то есть уменьшительное от имени Сальваторе, что значит «спаситель», слово, которым мы непосредственно называем, собственно, Христа Спасителя. Единственный указатель на время, присутствующий в рассказе, — это указание на Пасху. Когда Альфио идет в таверну искать Туриду, написано, что приближалось пасхальное бдение. Соответственно, день, в который Альфио убил Туриду, — это день Пасхи. Есть еще другие моменты. Например, когда Альфио заходит в таверну, там внутри Туриду участвует в некоем подобии Тайной вечери, и Туриду предлагает Альфио свою чашу с вином, которую Альфио отвергает. Таким образом происходит Тайная вечер с непроисходящим причастием, с причастием, которое отвергается. Мне кажется, Джованни Верга этой новеллой хотел передать весь свой пессимизм и все свое недоверие к религии. И Верга захотел переписать Пасху Воскресения в Пасху Смерти. Если наши студенты, студенты, изучающие этот текст, не знают Библию и не улавливают этих библейских деталей, от них уходит весь этот смысл, который мы только что описали. Поэтому знание Библии необходимо не только для чтения религиозных писателей, но и атеистов, которые имели в виду Библию, которые ссылались на Библию, которые предполагали в своих читателях знание Библии. 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 Библия. Продолжение следует...